Международная космическая станция движется по орбите, находясь в 420 километрах от поверхности нашей планеты. Но даже на такой высоте чувствуется влияние атмосферы Земли. Это приводит к тому, что станция постепенно тормозится и начинает уменьшать свою высоту. Периодически МКС требуется поддерживать на заданной орбите маневрами коррекции. Они обычно производятся с помощью двигательной установки транспортных кораблей «Прогресс». Российская сторона отвечает именно за поддержание орбиты своими средствами. Это, будем так говорить, вклад России в МКС. Для того, чтобы станция сохраняла свою орбиту, периодически, примерно раз в месяц, то есть в году, где-то порядка 10-12, иногда больше, выполняется коррекции. Практически каждый месяц МКС теряет от сотен метров до нескольких километров высоты в зависимости от активности Солнца, которая очень сильно влияет на состояние атмосферы нашей планеты. Программа выдачи импульса в двигательной установке для коррекции орбиты и поддержания станции рассчитывается командой баллистиков на год вперед. Солнце, повышенная радиация, повышенное излучение, даже в верхних слоях атмосферы наблюдается повышенное возмущение, что вот переводит вот к некому такому небольшому, но торможению. И мы ожидаем, что вот где-то вот в 24-му году Солнце достигнет своей активности пика. И вот мы уже готовимся к тому, что вот станцию перевели на чуть более повышенную орбиту, на 419 километров. Еще одна важная задача коррекции — формирование баллистических условий для точного возвращения в отведенный район посадки космических кораблей и запуска новых экипажей. Так как эти районы достаточно ограниченные, и для того, чтобы спускаемый аппарат именно попал в заданную точку, мы всегда делаем как бы обратную задачу и от нее высчитываем вот эти вот корректирующие импульсы, которые мы выдаем. То есть такая триединая задача — поддержание орбиты, посадка в определенном заданном районе и условия для стыковки по короткой схеме, двух- или четырехвитковой схеме. Наша атмосфера, как живой организм, расширяется и дышит. Ее отголоски чувствуются и на 500 километрах. Но плотные слои начинаются на высоте 100 километров. Это так называемая линия Кармана — граница атмосферы и космоса. Перегрузка же при входе в атмосферу начинается на высотах около 80 километров. Начинают тебя поддавливать в направлении грудь-спина, какие-то мелкие пылинки, которые имеются в спускаемом аппарате, они начинают потихонечку оседать уже как это. Ну а плазма где-то начинается, ну, наверное, километрах 60, наверное, может быть, там 60-70 и километров до 30, там, до 20, вот так вот где-то. Таким образом, две главные задачи коррекции орбиты Международной космической станции — поддержание на заданной высоте орбиты и формирование баллистических условий для приема новых экипажей или возвращения на Землю. Кстати, после запуска в ближайшее время нового российского модуля «Наука» МКС получит дополнительные двигатели для коррекции орбиты. КОНЕЦ